По поводу команды, смотри, первое, что нужно понять, первое правило, да, это, что пока ты не вышел на иную сумму денег в месяц, тебе не нужны сотрудники, офис и так далее. Потому что то, что я сейчас часто вижу, как бы я тоже это делал, ошибку какую, что вот как только у тебя начинается приток денег, условно, 300-500 тысяч, мы все бежим, сломя голову снимать офис, нанимать сотрудников и так далее. Это большая ошибка, потому что, когда ты это делаешь, то из твоих 500 тысяч, которые ты заработал, у тебя с учетом всех вот этих трат остается, наверное, 50-100, а то ноль или минус. Соответственно, на первом этапе мотивация дальше чем-то заниматься падает, а так как в любом стартапе все держится пока на тебе, на основателе, да, то мотивация очень важна твоей личной. Вот, соответственно, у меня вот такое правило, которое я сформулировал, исходя из, тоже там, читал там Дэна Кеннеди, например, что пока ты миллион не зарабатываешь, тебе никто не нужен, максимум помощницы. Вот. Почему это правило еще работает? Потому что вот я вот в книге своей писал, что вот есть такой принцип адекватности, да, вот и до миллиона рублей, пока ты не зарабатываешь миллион в месяц в одного сам, у тебя присутствует в чем-то неадекватность. Либо в продукте, либо в целевой аудитории, либо в коммуникации, либо в процессах, там, либо еще в чем-то. То есть нужно поймать отклик рынка, и этот отклик рынка должен быть, соответственно, ну, меняемым и систематическим, то есть не разовым каким-то по настроению. Типа вот сегодня тебе занесли деньги, а завтра нет, нет. Он должен быть стабильным. Да, то есть спрос и отклик рынка должен быть стабильным. Соответственно, вот теперь я, когда понял, что вот я делаю стратегии для компаний, да, там, для клиентов, и спрос, он не падает, то есть он не случайный был. То есть это не так, что, типа, вот ко мне там три клиента залетело, там, по 300-500 тысяч, да, а потом их нет. Нет, спрос стабильный. То есть спрос, ну, услуга эта и есть. Когда я это понимаю, то я спокойной душой, соответственно, ну, могу нанимать уже сотрудников, да, там, как-то там делегировал какие-то процессы. Да, и второй момент, который важен, да, после адекватности, да, там, то есть доведение до адекватности себя и свой продукт, это регламенты, процессы. То есть пока ты сам не поделал что-то, ты не можешь это нормально делегировать кому-то. Есть разные уровни делегирования. У нас в стране, в России, часто используют только первый уровень делегирования, когда мы почему-то думаем, что когда мы что-то кому-то говорим, что сделать, то этот человек 100% понимает нас, он понимает, как это делать, он уже до этого это делал, и у него это получается хорошо. И, что самое важное, он замотивирован так же, как и мы. И нифига, да, как бы вот есть четыре уровня делегирования, и вот тот, который мы пользуемся чаще всего, это последний уровень делегирования, это когда наш сотрудник замотивирован, он, естественно, знает, как это делать, у него есть опыт, он работает у нас в компании давно, вот, таких мало, вот, и таких нужно выращивать. А, как правило, у нас работают, я это называю monkey-бизнес, да, там, обезьянки такие, которые голову не включают и приходят и, как бы, вот, могут выполнить только конкретный ЦУ. Вот ты им сказал, там, сделать раз-два-три, да, вот, они только вот это раз-два-три сделают в лучшем случае, да, а, как правило, делают не раз-два-три, а три, или там два только, да, и то плохо. Вот, поэтому, с учетом этого, когда к тебе приходит сотрудник, нужно, чтобы был четкий регламент того, как и что делать. И этот четкий регламент может родиться только из твоего личного опыта. То есть, если ты вот что-то сам это делал руками, ты понял весь процесс, все нюансы, все тонкости, все детали, ты можешь его описать, этот процесс, Дальше передать этот процесс человеку, объяснить ему, и, что самое важное, по пирамиде воспринимаемости информации на последнем уровне, то есть, самая худшая воспринимаемость информации, это когда человек просто прочитал что-то, вот, а самое лучшее, когда ты ему показал, как это делать, и он это делает. Соответственно, вот, нужно придерживаться последнего уровня восприятия информации, когда ты не просто дал человеку регламент, а рядом с ним посидел, показал, как это делать, проверил, и чтобы он сам еще сделал. Вот тогда можно, как бы, ну, надеяться на то, что человек сделает, как минимум, не хуже тебя, да, вряд ли лучше, но не хуже тебя хотя бы, вот. И это второй пункт, да, команда образования, третий пункт, команда образования, понять, какой продукт ты ждешь от сотрудника, потому что, как правило, бывает, вот мы нанимаем кого-то, и думаем, что он, как, не знаю, там, как экстрасенс, прочитает наши мысли, поймет сразу, что и как он должен делать, и закроет все дыры золотые, да, там, своим временем. Нет, так не бывает. Бывает как? Бывает так, что он приходит и ждет, пока ты, соответственно, дашь ему, скажешь, что делать. Если он не понимает, как бы, с чем связана его зарплата, то есть за что он деньги получает, он просто будет получать ее за отсиживание часов в офисе, например, да, либо за какую-то, ну, рутинную, рутинные задачи, то есть, это вот ИБД, да, имитация бурной деятельности. А когда ты ему четко говоришь, ну, смотри, вот ты получаешь зарплату, не просто ты в офисе сидишь, а потому что у тебя есть конкретный продукт эффективности, КПД твоя, да, и твое КПД – это, например, количество закрытых контрактов, деньги, это, там, количество выставленных счетов, это, там, не знаю, количество времени, которое ты общаешься с клиентами, это, там, не знаю, количество открытых точек, ну, то есть, должен быть продукт конкретный, и продукт можно выделить у любого вида деятельности, даже у дизайнера, там, у бухгалтера, у любого человека. И вот когда человек понимает, что он может чем угодно заниматься, но деньги платит ему только за это, то все лишние телодвижения сразу уходят и направляется все время энергия на конкретное вот это вот, за что ты и платишь ему деньги, что ты от него и ждешь, соответственно, вот таким образом получается эффективно работать. Следующий этап, следующий момент, да, там, четвертый в команде образования – это понять, какие у тебя слабые стороны, как у основателя, то есть, ну, есть у тебя X-фактор твой, да, вот, который тебе позволяет уже сейчас как-то деньги зарабатывать, но есть узкие горлышки – это те моменты, которые ты плохо делаешь, либо не хочешь делать, да, либо, ну, еще какие-то там моменты, да, причины. Вот именно на эти сферы нужно и нанимать людей, не нужно нанимать, если ты хорошо знаешься в маркетинге или в продажах, нанимать маркетолога и продажника, потому что, ну, по сути, ты сейчас это закрываешь. Нужно нанимать того, кто закрывает твои слабые стороны, да, вот, тем самым тебя усиляет, да, как единицу рабочую. Вот. И пятое, последнее, но не по значению, да, вот, а это не финансовая мотивация, потому что, вот, опять же, ошибка, которую я вижу, когда человека нанимают, почему-то думают, что ему только деньги важны. Вот. Это большое заблуждение, потому что, вот, по пирамиде потребностей, если посмотреть, да, там, по пирамиде Маслоу, вот, если у человека закрыты базовые потребности, то вторым уровнем идут эмоции. И, соответственно, если человеку есть что есть, есть где жить, да, там, и он закрывает, там, свои базовые потребности в безопасности и в комфорте, то дальше идут эмоции, потом статус, потом, там, социальные связи, предназначение, духовность, там, и так далее, вот. И, как бы, если это не учитывать, то будут у тебя в компании кузнечики, которые, вот, при любой, там, возможности где-то подзаработать больше, они от тебя уйдут, а ты в них вкладывался же временем, энергией, деньгами, да. Вот, чтобы такое не произошло, нужна корпоративная культура, этика, миссия компании, там, да, как бы, там, какие-то корпоративы проводить, то есть, как-то сплочать людей, вот. Я бы вот эти вот пять выделил моментов для команды образования.